Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир. Но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 18 мая, день Ирины, назван в честь святой великомученицы Ирины. В 12 лет ее решили выдать замуж, но она уже была избрана Богом, остаться девою и послужить примером тысячам людей. Об этом ей во сне сказал ангел. После этого ее обручил ученик апостола Павла в вере христианской. Она стала каждый день поститься до вечера. Вечером съедала небольшой кусок хлеба и выпивала одну чашку воды. Отдыхала недолго на голой земле. День и ночь проводила в молитвах к Богу. Немного о подвигах святой Ирины. Ее родной отец, князь той местности, приказал ей принести жертву языческим богам. Она отказалась. Князь, родной отец, приказал ее затоптать конями. Когда приказания начали исполнять, пришел он сам, чтобы видеть смерть ее. Но один, самый свирепый конь, оторвался от привязи, бросился на отца и, схватив его правую руку, вырвал ее из плеч. Затоптал до смерти князя. Конь же, убивший отца, по Божию повелению возопил человеческим голосом, так ублажая святую мученицу. Блаженна ты, голубица Христова, поправшая змея. Славна ты на земле и будешь с любовью принята на небе. Ты будешь ликовать среди праведных. Тебя ждет свет вечный и чертог бессмертного жениха, как мудрую и мужественную девицу. Будучи женщиной по природе, ты выказываешь храбрость воина. Когда со святой Ириной сняты были узы, она воскресила молитву своего мертвого отца и исцелила его руку. Видя такое чудо, уверовали во Христа, князь-княгиню и много народа. Ее пытались перепилить пилой, не получилось. Привязали к мельничному колесу, чтобы оно в своем вращении истерзало ее. Но когда пустили воду под колесо, вода остановилась. Далее были ослеплены по ее молитве враги, хотевшие погубить ее город. Вообще ее укрепил в вере сам Христос и в теле забрал в Царствие Небесное. В народе Теддене звали днем Арины-рассадницы. Крестьяне продолжали производить посадку овощей. Высаживая капустную рассаду, приговаривали. Не будь голенаста, будь пузаста. Не будь пустая, будь тугая. Не будь красна, будь вкусна. Не будь стара, будь молода. Не будь мала, будь велика. Приметы. Если рассада много воды впитывает, будет сухой покос. Если почва не убирает в себе воду лето, будет дождливым. Кошка траву ест, значит скоро дождь пойдет. Много хвоща полевого, будет богатый урожай овса. Четырнадцатые лунные сутки. Энергетика лунных суток постоянно возрастает и это начинает неблагоприятно сказываться на работе организма. В этот день рекомендуется ограничить поступление жидкости в организм. Особенно касается чая, кофе, сладких напитков. Лучше пить талую воду, которая промывает организм и обладает мочеводным эффектом. Полезно выполнять любую физическую работу, получать новые знания. При этом не надо перегружать зрение. Не рекомендуется подчиняться меланхолии, тоске и различным страхам. Очень хорошо занимается ароматерапией. Она укрепляет тонкие тела и поднимает настроение. А также приучает к восприятию тонких ощущений. Пятнадцатые лунные сутки. Чем больше прерывное действие Луны на мировой океан, тем сильнее воздействие и на организм человека. Воздействие оказывается многопланово на тело, энергетику, эмоции. Так в эмоциональном плане, помимо желания человека, активизируются разного рода плотские наслаждения. И человек бессознательно тянет во что бы то ни стало удовлетворить их. В это время важно сохранять самоконтроль и самодисциплину. Иметь понятие, что это влияние прерывного действия Луны, а не собственная потребность. В питании шире используйте плотную горячую пищу с вяжущим вкусом. Из бобов, гороха. А жидкую, холодную пищу лучше избегайте. Ввиду повышенной циркуляции жидкости в организме, откажитесь от любых хирургических вмешательств. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok